Не менее 50 человек стали жертвами ливней в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Такие данные приводит местная полиция. Непогода вызвала наводнения и оползни. «Пока мы спали, на нас упала соседская стена. Слава богу, дети меня быстро вытащили, а остальные погибли на месте прямо рядом с нами». Люди винят плохую инфраструктуру и власти. «Мы избрали правительство, которое не в состоянии дать своему народу то, в чем он нуждается. Эта дорога уже давно могла рухнуть. Мы говорили об этом властям. Но вот реальность – им сложно даже построить водосток». Затоплены целые районы. В земле образуются провалы, в которые уходят дома и дороги. В том числе повреждена основная трасса, которая соединяет Киншасу с главным морским портом Матади и другими городами. По словам властей, на ремонт уйдёт 3-4 дня. «Хочу сказать всем нашим властям – мы конголезцы. Мы жили здесь долгое время, а теперь наши дома смыло. Я, например, не знаю, куда идти с детьми. Я вдова с 2015 года, и теперь мой дом смыло дождём. Я не могу найти одного из своих детей, не знаю, где он. Я бедная женщина, которая пытается выжить и не знаю, куда идти. Потеряла почти всё, даже одежду. Есть лишь то, что на мне». Когда-то Киншаса была обычной рыбацкой деревней на берегу реки Конго. Но превратилась в один из крупнейших мегаполисов Африки с населением в 15 миллионов человек. Плохо регулируемая быстрая урбанизация делает Киншасу всё более уязвимой перед подобными катаклизмами. А они становятся всё более частыми из-за изменения климата.